Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее видео посвящено вопросу, заданному нам большое количество раз, а именно, как получить высшее образование и остаться в Германии навсегда, то есть после окончания действия параграфа 24 или временной защиты. Подчеркну здесь, что параграф 24 закона о пребывании дает вам право находиться в Германии только временно, то есть те, кто принял решение остаться в Германии на длительный срок, либо даже навсегда, должны уже сейчас закладывать фундамент для получения ПМЖ, постоянного места жительства. Одна из таких возможностей является получением академического образования. Звучит интересно? Тогда поехали! Добро пожаловать на наш канал Geomanication. На этом канале мы предлагаем самую актуальную и релевантную информацию об иммиграции и трудоустройстве в Германии. Так что обязательно подпишитесь на наш канал и активируйте колокольчик, чтобы не пропустить новых выпусков. Итак, а теперь все по порядку. И для начала разобьем эту тему на три основных вопроса. Первый. Как остаться в Германии навсегда с помощью высшего образования? Второе. Как поступить в высшее учебное заведение? И третье. Кто имеет право получить академическое образование? И есть ли тут какие-либо льготы, либо финансовая поддержка от государства? Итак, первое. Первый шаг в процессе получения высшего образования с целью работы и получения ПМЖ, постоянного места жительства в Германии, который является общим знаменателем для всех перечисленных групп. Это однозначно изучение немецкого языка. Особенно, если вы поставили себе цель получить хорошо оплачиваемую работу и жить в достатке. Большинство немецких вузов требуют знания немецкого на уровне B2 или C1, но есть и программы на английском. В описании под этим видео вы найдете ссылку на платформу, где собраны все вузы Германии с самой релевантной информацией, которая поможет вам сориентироваться и найти вуз и направление, которое вам подходит. Здесь хочу сделать шаг в сторону от самого процесса получения высшего образования с целью работы и получения ПМЖ и объяснить, на что вам важно обратить внимание в начальной фазе поиска и поступления в вуз в Германии. Обычно, чтобы поступить в немецкий вуз, иностранцы должны подтвердить законченное школьное образование. Чтобы не терять время, заранее нужно узнать, какие требования и сроки установленными вузами, в которые вы будете подавать документы. Обращу ваше внимание, надо рассматривать всегда несколько высших учебных заведений, так как вам могут запросто отказать, если вы не соответствуете требованиям. Особенно критичны в этом плане предметы такие, как, например, психология, либо медицина. Тут действует очень высокий вступительный балл, так называемый numerus clausus или NC. На таких направлениях лишь 5% всех мест предоставляется не гражданам Германии. А теперь очень важная информация для тех из вас, кто не смог получить заключительный аттестат по окончанию школьного образования в связи с военными действиями в Украине. Министры образования и культуры Земель постановили, что в этом случае выпускники школ могут учиться в Германии без аттестата о среднем образовании. Если вы находитесь в такой ситуации, то вы должны обращаться непосредственно в соответствующий Studienkolleg при университете, куда хотели бы поступить. Studienkolleg дает возможность доучить предмет до востребованного уровня и подучить немецкий. Следующий пункт. Также постановлено облегчение в переводе украинских первокурсников в немецкий университет, даже если они не закончили учебный год. В таком случае вам советуется подавать документы непосредственно в университет. И третий пункт. Украинские школьники, которые не могут предоставить необходимые для вступления аттестат, имеют возможность пройти процедуру подтверждения подлинности, так называемой Plausibilitätsverfahren. Ссылку на эту информацию вы найдете в описании под этим видео. А теперь внимание! Огласим финансовую сторону этого вопроса. При этом нужно иметь вид на жительство согласно параграфу 24 закона о проживании Aufenthaltsgesetz или соответствующий сертификат фиктивности и регистрацию в Центральном реестре иностранцев. Запросить такую помощь можно лишь зачислившись в немецкий университет. Если же ваше обучение в украинском УЗИ продолжается в режиме онлайн, то право на получение BAFUG вам не предоставляется. Но вы можете обратиться за социальной поддержкой в ваш джоб-центр. То же самое относится к беженцам, которые зачислены университетами в качестве гостевых студентов или студентов по обмену. Что же касается неукраинских студентов, которые жили и учились в Украине, то тут есть возможность подачи заявления на получение вида на жительство в Германии для продолжения обучения в соответствии с разделом 16А закона о проживании. К сожалению, в таком случае права на получение BAFUG не существует. Хочу еще здесь подсказать, что студенты из Украины могут зарегистрироваться как ищущие работу, устроиться на подработку или подать заявку на получение стипендии от фондов или организаций. Обзор финансирования для украинских студентов можно найти на сайте немецкой службы академических обменов ДААД. Если вы впервые поступаете в университет, то вы можете также подать заявку на краткосрочную финансовую поддержку по расходам в Штудентенверг вашего города. Таким образом, вас поддержат в покрытии таких расходов, как, например, оплата семестра или на приобретение технического оборудования. Ну а теперь вернемся к процессу приобретения, образования и получения ПМЖ в Германии. Итак, второй шаг. Поступив и начав учебу, вы меняете ВНЖ по параграфу 24 на ВНЖ по параграфу 16b закона о пребывании, если действие ВНЖ по параграфу 24 подойдет к концу. Третий пункт. По истечению 3-4 лет обычная учеба в ВУЗе в Германии длится от 6 до 8 семестров. Успешно вы заканчиваете обучение и находите работу, соответствующую вашему образованию. Тут обращу ваше внимание на то, что вы, как академик, будете иметь право на получение Блавой карты. После того, как вы находите работу с соответствующей зарплатой, сумма каждый год минимально изменяется, вы можете ставить запрос на получение Блавой карты по параграфу 18b Aufenthaltsgesetz. Важно, чтобы вы нашли работу, соответствующую вашему образованию. Если у вас знания немецкого соответствуют уровню B1, а в большинстве случаев так оно и будет, то уже после 21 месяца, проработав и проплатив налоги и социальные взносы, вы имеете право подать на разрешение на поселение. Niederlassungserlaubnis. Таким образом, вы обретете свободу в выборе работы и будете независимы от джоб-центра или бюро по делам иностранцев. Итак, мы помогли вам получить обзор по важным пунктам академического образования в Германии и самое главное, ответили на вопрос, как остаться в Германии навсегда. По вопросам о немецкой системе академического образования и построению карьеры в Германии обращайтесь к нам по сайту geomanication.com и записывайтесь на индивидуальную консультацию с экспертом по образованию и рынку труда. Надеемся, что мы смогли помочь вам этим обзором. Если это видео было полезно для вас, тогда обязательно подпишитесь на этот канал и поставьте лайк. Таким образом, вы поддержите нашу инициативу. Это совершенно бесплатно. Оставьте ваш комментарий или вопрос под этим видео, и мы обязательно постараемся на него как можно быстрее ответить. Желаем вам всего на лучшего.